С заботой о себе, с верой в лучшее. Сегодня возможности человека практически безграничны, но есть силы и стихии, которые он так и не смог приручить, а значит, нуждается в определенной защите. Знание о том, как сделать амулет своими руками, поможет эту защиту получить. Изготовление амулета самостоятельно – это обязательное условие и для того, чтобы в будущем он эффективно работал на вас. Энергии своих рук позитивными мыслями даже в домашних условиях вы простой вещи придадите магический смысл. Чтобы своими собственными руками сделать действительно мощный амулет, не потребуется каких-то сверхъестественных знаний или материалов. Надо только, чтобы сырье было природного происхождения и вы чувствовали от него позитивный заряд. Также изготовление такой важной для вас вещи нужно начинать только в период активного роста Луны, что будет способствовать накоплению. В нем силы по-настоящему доброй магии и непременно в хорошем настроении. В качестве материалов для амулета идеально подойдет глина, дерево, ткань, металл, можно также сделать его из камня или кожи. Тогда ваш он будет пронизан не только вашими добрыми мыслями и намерениями, но силой природы. Храните свой защитный оберег подальше от людских глаз и тем более не давайте его никому в руки, иначе его силу будет навсегда утеряна. Как простое превратить в волшебное? Если говорить про изготовление амулетов самостоятельно, то нужно отметить, что в их основу может лечь любой предмет. Будь то жетончик, ручка, брелок, кулон или даже мобильный телефон. Главное перед тем, как сделать своими руками из утилитарной вещи талисман, провести ее тщательную очистку и зарядить энергией. Для этого необходима вещь, если есть возможность, промыть в подсоленной воде, просушить на открытом воздухе, подержать над пламенем восковой свечи и обдать благовониями или тлеющими травами. Затем амулет оставляют на окне, чтобы в течение суток он зарядился энергией Солнца и Луны. И самое важное, без чего изготовление вообще теряет смысл – заговорить вещь, читая над ней молитву или специальную аффирмацию. Важно помнить, что от формы амулета, сделанного в домашних условиях, зависит его направленность. Так рук привнесет в вашу жизнь гармонию и благополучие от треугольника, наделит честолюбием и заставит стремиться к новым вершинам. Если сделать его в виде квадрата, то можно привлечь к себе успех во всех жизненных сферах одновременно, а овал поможет ладить с окружающими. Получать радость и выгоду от общения. Возрождение каменной эры в наши дни невероятно сильные амулеты можно сделать из камня, ведь они таят в себе животворную энергию Земли. Для этого вовсе не надо гоняться за драгоценными самоцветами, подойдет любой понравившийся вам камешек. Лучше всего, если форма камня будет округлой, а поверхность гладкой. Но это не принципиально, главное, чтобы он нравился вам, тогда есть большая вероятность, что он произведет нужный магический эффект. Наверное, чаще всего талисмана в виде камня использовали индейские шаманы, много видавшие о силах природы и законах магии. И в соответствии с этими законами, можно привлечь к себе удачу и оградить отбит от найденного на берегу водоемов камня под названием куриный или собачий бог. О его необыкновенной силе знали как индийские, так и славянские народы. Усилить защитный эффект этого оберега можно, нанеся на него изображение своего татемного животного, ведический знак или специальную руну. Эти символы можно наносить и на дерево, небольшой брусочек, тоненький диск, отпиленный от ствола, вырубленную фигурку. Из этого материал можно изготовить предметы, заряжающие человека силой и отгоняющие от него зло. Силы трав против злых сил изготовления амулетов, да еще и своими руками не может обойтись без магии и волшебства, здесь ничего не должно ограничивать полет вашей фантазии, важно ориентироваться исключительно на свой вкус и энергетическую совместимость. Действенные калисманы в домашних условиях можно изготовить из различных целебных трав, мяты, руты, зверобоя, девясила и других. Главное собрать их своими руками в четверг за несколько дней дали после полнолуния и здесь нет никакой магии, просто в это время. Они обладают наибольшей силой. Травы нужно собрать в специально сшитый льняной мешочек, на котором рекомендуется вышить какой-нибудь защитный символ. Затем завязать красные ленты и сходить с ними на праздничное церковное богослужение. Аналогично в защитных целях используется и дерево, причем оберег можно сделать как из высушенных листьев плодов, например каштанов, или желудей как из веточек, смешав их травами. Хранят травяные обереги у изголовья кровати, либо носят с собой в сумке, чтобы всегда находиться под их защитой. Мощные корни и энергия роста испокон веков самыми сильными оберегами, которые можно изготовить своими собственными руками, являются вышитые вещи. Вышивка – это сосредоточие особой магии, которая служит для добрых целей и помогает людям ежедневно в домашних условиях, путешествиях, карьере и бизнесе. Ее изготовление – это особый ритуал, в котором все продумано до мелочей и отступать от которого не рекомендуется. Огромной силой обладает вышитая сорочка, оберегающая от всего лихого и рушник, символизирующий достаток и успех. Чтобы защитить свою семью от невзгод и обеспечить ее богатство и процветание, нужно вышить специальный рушник, в центре которого изображено семейное дерево, окруженное специальными защитными символами. Делать такой амулет нужно только своими собственными руками. А начинать изготовление вышивки лучше всего в 14-й лунный день с добрыми помыслами и молитвой. Такое дерево можно даже просто оформить в раму и повесить в спальне. Была у наших предков традиция сделать в качестве оберега для ребенка и живое дерево. Его родители сажали своими руками сразу после появления чада на свет для девочек Алину, а для мальчиков дуб. Такие амулеты придавали человеку силы и заряжали энергией на протяжении всей жизни. Видео «Амулеты» своими руками интересны об амулетах.